доброе утро крайний день нашего путешествия короче хорошенько вчера попали паньки потом отметили окончание маршрута кто тебя снимал всем привет доброе утро это майка стрелла пошла реклама цепральная числа нативная интеграция все и хватит ребятишки спят где-то два часа ночи было и все все уснули я слушал пошла что за книга константин ты хочешь такую книгу никаких возвратов беру под ребро ты откуда здесь дело дороге в соседней группе творится может хотят кого-то посиди посадить на перо серебра целые все перекаты до перекаты я доволен закормили он закормили повесили на спину такой большой вероятность того что вот из множества рек в корее не сговариваясь ни о чем и на дом пересесть как ты думаешь сечение обстоятельств либо судьба вот какой-то вообще и сайте чтобы то есть на двух стоянках да в реале я же выбирал дат произвольно то есть не ну не стыли сказали вот выберите там куда ходить когда я выбрал вот короче я подумал знаковый момент думал как-то надо отметить вот хочу тебе небольшой подарочек сделать из этого короче это полезная штука мелко на полезно сейчас объясню как она работает она эти греет башку если тебе холодно но пересечемся снова уже сговорившись заранее но все собрались встретиться следующие мазь не надеюсь добрее и нету времени злиться он как коуч короче часик мелочах ребят вы помните украсим наши обувное дерево еще одной парой которую я нашел здесь в историю мы ее повесим на ветке вот он наш пара обуви кто-то оставил видно что они уже бесхозные все в траве давайте сейчас красиво у какого-то так асфотки там еще фото есть Отдых в Карелии лично для меня отмечен. В первую очередь, наверное, цифровой детокс. Здесь нет интернета, здесь не ловится какие-то YouTube смотреть, тиктоки, всякие там. Что-то читать на телефоне, поэтому отпадает. Не то, что потребность, возможности помогут. Еще я здесь наконец-то нашел время для того, чтобы почитать книжки. Я в Москве все время просто не успеваю. Раз-два, я ничего не делаю. Я просто сижу в кресле, читаю книжки, постоянно решаешь. Постоянно, какой-то микростресс. А здесь реально три часа свободного времени, просто нечего делать. Просто уже поели все, довязал с собой заранее специально. Просто по кайфу. Вот интересно, это как-то положительный на характере человек сказывает статьи вот. Автономные походы как-то закаляют характер. В общем, себя чувствуешь как-то более человечным, что ли. И вот то, что вот мы с Ильей сейчас общались, он вот тем же самым выводом приходит. Надо быть добрее, надо быть человеческим. Вот это все, мне с людьми тоже хорошо походу ходить. А это как воспитатель, автоматический воспитательный процесс, мне кажется, тоже. Но и мысли я... Такие туры можно называть автономкой? Автономкой? Нет. Я думаю, нет. Потому что у тебя периодически хоть какая-то дорога условная. Финиш на старте, мы в первую стоянку вообще сидели со связью. А, ну да, кстати, там даже интернет ловил. Интересно, ты видишь, что пытать отключиться от мира, информационный детокс? Вот я про то же самое сказал, тут отзыв записал небольшой. То есть отметил этот момент, да, что у меня есть интернет-озависимость, мне кажется, небольшая. Ну, то есть люблю полазить. А здесь как раз как естественное лечение. Ничего не работает, можно забыть про телефон на время. Ну, я там снимал. Я забыл просто спросить, чем ты там будешь заниматься, вообще чем занимаешься. Вне похода. Вне сезона я массажист. Офигеть. Вот так вот. Ну, готов поверить, потому что вы видели, как Дарья рубит дрова. Она также, наверное, и позвоночники рубит. Так что, тоже клиенты, не знаю, которые не проломные, Дарья их проломит, да, наверное. Ну, естественно, какую-то там профессию, чем ты занимаешься вне сезона, да. Вот Илья там стройкой занимается, оказывается. Мы с ним общались, да. Чем Костя занимается? Костя учится. Получается, что инструктора, им не нужны отпуска, они вот как бы летом как бы в отпуске, да. Да. Они берут дополнительный отпуск, да, потому что, ну, типа, лето все потрачил, вроде как работал, тире отдыхал, а зимой уже работаешь на другой работе просто, да. Да. Хотя, если график такой свободный, да, можешь сама себе там... Мне достаточно съездить в петрозаводск друзьям на пару дней, чтобы понять, что я отдохнула, да. А раз ночью ехать, да. Там 4 часа опять. А, даже так. 5 часов на ласточке ехать. Инструктора отчасти, можно подумать, то есть, вот Дарья сказала, что что? До середины августа, да, или может до конца даже? До середины августа, да, или до середины августа, да? А, потом можно на юг, чем это. А, шуя там еще. Они там до последнего, да, до сентября, да? И в сентябре еще можно, да? Пока заявки есть, тогда они... Прекращают, да? Пока заявки есть. И там уже деревья, да, начинают, наверное, там желтеть? Ну да, там желтеет уже все. Кто-то ради этого, наоборот, специально осенью ехать. На самом деле, когда я ехала сюда, Ну, мне было страшно, потому что такое внутреннее, короче, переживание, что что-то случится, а потом, когда я видела Владимира нашего инструктора, я знающий, и как-то все, этот страх, он отлегло, отбросился, да. Ну, еще было сошло, вот это натягивание костюма первые дни, вот это все мокрое, голодное, а потом привыкаешь и уже думаешь, блин, где мой костюм? Вот сейчас я встаю и думаю, наш поход подошел к концу и... Пострадал мне принчик, да, кстати? Всем большое спасибо за прекрасный поход, потому что каждый из нас везет с собой отсюда что-то свое, кто-то воспоминания, кто-то камушек, кто-то подранные ботинки, кто-то синяки на ноге. Дети-то скажут, блин, как же мне хочется опять попасть сюда снова, возможность выезжать так часто, и... Да, я думаю, уже пойду на Омбу, а в руке большой... Конечно, вы все бы с удовольствием поехали на наших любимых хатах, взяли бы верт, когда-нибудь, как мы знаем, заканчиваются. Да. И наш поход это не исключительно, все наблюдают. Надо увидеть в Москве, надо будет как-то встретиться и... Гусятник устроить, да? И устроить по шланакшу. Шланакша. Очень интересное название, родилось оно тоже. Я хочу всем пожелать приехать сюда, испытать то, что испытали мы. Ждание комарами, прохождение порогов, страх, классные каши. Закаляет. Пока ты не попробуешь это, ты не узнаешь вообще жизнь. Мне кажется, тот, кто не бывал в походах, не знает жизнь. Потому что это все комфортно. А когда ты лишаешься комфорта, и возвращаешься потом в комфорт, начинаешь ценить то, что у тебя есть. Поэтому я всем желаю ходить в походы. Ходите в походы. Тебе поход. Так понравилось, что неохота возвращаться даже домой. Да. Саратов. Ты ходил до этого в такие походы? Да. Да? Много раз. Много раз? Да. Нет. Надо даже зимой было, потому что походы спешить. Ага. И посплавляться, и в вкладках потусить. Такого не было. Да? Да. То есть для тебя опыт необычный, поэтому понравилось, да? Да. Белую ночь. Да. Можно сказать. Еще пойдешь, да? Угу. Если позовут. Конечно. Или сам захочешь. Ну, а сам будет скучно. Изъявишь, желаешь? Музыку послушаем. Музыку? Да, спокойно посидели. Смешанное чувство. Сначала мерз, греб, мерз, да? Ага. И крыльц сразу. И все сразу понравилось, да? Да. Ну, в общем-то, круто. Ревести бесконечно. Хотелось на порогу побольше, да? Да. Поэтому ты говорил, когда же будет порог, ребят? Уже час гребем. Гребаная жизнь. Наш оператор забывал колонку. Это мой косяк, короче, да. У меня тут жебелька с собой. И я каждый раз говорю, ребят, я сейчас, в следующий раз достану из гермы. Каждый раз погрузились, гермы погрузились. Блин, я забыл. Что у нас это вообще? Кто хочет заценить творчество MC, диджей как? Диджей. Диджей как? Скарлетт. Диджей Скарлетта. Ищите его на ютубе, спотифай. Кораблик за нами плывет. Смотрите, какой красивый. С флагом пиратским. В пиратском корабле. Черная жемчужина, наверное. Все, встал. Грузимся. Ребята. Ну все, погнали. Лесной жительности. Сейчас, блин, заскочу. Там кто за рулем? Денчик? Кто? Здорово. Ты приедешь? Все, давай, я завтра. Пока. Пока-пока. Пока-пока, лесной житель. Давай-давай. Долгие провода, короче. Оставаем лесного жителя. В Москве давай осенью, да? Я в этом году приеду, потом в вода. Я тебя найду, где бы ты ни был. Я тебе найду. Да. Все, толкнуть ваш. Все. Мааааа. Все. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok